Открытая студия И у меня в гостях сегодня заместитель начальника управления организации назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Екатерина Ильина. Екатерина Вячеславовна, здравствуйте. Екатерина Вячеславовна, поговорим сегодня о том, кто имеет право получить 10 тысяч рублей к началу учебного года, ну и самое главное, как получить. Предлагаю начать с того, кто может обратиться вот за этой господдержкой или это происходит как-то автоматически? Расскажите, пожалуйста. Нет, за данные выплаты единовременные могут обратиться семьи, где есть дети от 6 до 18 лет, а также семьи, где у нас инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет. И важно, чтобы заявители и дети были гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации. Если более подробно, кто имеет право на вот эту выплату к учебному году? Родители, опекуны, усыновители, попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет, сами инвалиды, либо лица с ограниченной возможностью здоровья, которые учатся по общеобразовательным программам, либо их представители, то есть также родители, попечители. А, ну то есть сам получатель, фактически, сам ребенок с 18 лет также может обратиться за данной выплатой. Скажите, Екатерина Вячеславовна, то есть обязательно нужно подавать заявление, заполнять его автоматически, это не произойдет? Вот вспоминая прошлый год, когда тоже были выплаты, я, насколько помню, вторая выплата, она была назначена уже автоматически, не нужно было подавать на нее заявление. Как в этом случае? В этом случае у нас заявление подается через портал государственных услуг, либо заявители могут обратиться непосредственно в клиентскую службу пенсионного фонда. Важным в прошлом году можно было еще обращаться в МФЦ, в этом году нет. В МФЦ такие заявления не принимают, только либо клиентская служба пенсионного фонда, либо портал госуслуг. Как подать заявление, расскажите? Если человек зарегистрирован на сайте государственных услуг, там просто подается заявление, никакие документы, ничего не прилагаются, при обращении в клиентскую службу необходимо просто удостоверение личности заявителя. Все остальные документы пенсионный фонд запросит самостоятельно, какие необходимы для установления данной выплаты. Сроки есть какие-то? До какого числа вообще все это нужно? Заявление подается до 1 ноября 2021 года, начало было с 15 июля. Насколько активно уже? Активно, да. Вы знаете, в этом году еще сделали по тем лицам, которые подавали в прошлом году, которые имели право, автоматически на сайте госуслуг уже было сформировано заявление, приходило оповещение людям, они должны были просто проверить свои данные, нажать кнопку «Отправить заявление» и уже все, ждем только выплат. Ну, то есть уже с 15 июля активно включились в это? Да, да, да. Те, кто в прошлом году не успел или по каким-то причинам в этом, соответственно, уже можно подавать заявление. А насколько, кстати, по аналогии с прошлым годом расширен список тех лиц, кто может получить эту выплату? Ну, вот в этом году у нас попали дети, которые после 18 лет… Я помню, в том году многие говорили о том, что туда не хватало. Да, да, да. И вот которые инвалиды, дети с ограниченной возможностью, которые продолжают учиться в школе, да, на них тоже распространяется данная выплата. Еще очень важный момент. Каким способом можно получить выплату и куда? Расскажите. Данная выплата у нас, хочу сказать, что начало выплаты начнется с 16 августа, да, несмотря на то, что у нас заявление подается с 15 июля. Выплаты будут продолжаться по 31 декабря 2021 года. Выплаты производятся только на счет банки. На почту тоже такие вопросы были, как и в прошлом году, на почту не производятся данные выплаты. Хочу обратить внимание заявителей о том, что необходимо корректно указывать свои данные счета. То есть, если заявление подает мама, необходимо указывать счет именно оформленный на маму. Потому что бывали также случаи, что обращается мама, а счет указывает папин. Поэтому в результате этого был отказ выплаты. В общем, как я сказала, что на почту у нас уже выплаты не производятся. А нужно именно номер счета указывать, не номер карты. Не номер карты, да, на это тоже я бы хотела обратить внимание. Не номер карты, а именно номер счета расчетного. Скажите, Екатерина Человна, имеет значение, какая карта? Виза, Мастеркард, МИР? Платежная система значения не имеет, любая. А, то есть здесь нет ограничений никаких? Нет, здесь нет в данном случае. И вы сказали, что деньги начнут приходить с 16 августа и до 31 декабря. От чего это зависит? Кто позже подал? Да, совершенно верно. У нас заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. Принимается решение и в течение трех рабочих дней производится выплата. Значит, про то, кто может подать заявление, уже поговорили. Это и любой из родителей, и опекуны. Еще, знаете, забыла обратить внимание, что попечители подают заявление только через клиентскую службу. То есть на сайте госуслуг не получится. Необходимо лично прийти в пенсионный фонд. Все остальные могут и такой формой воспользоваться, и второй тоже. Да. Если ребенку 6 лет, и он в этом году в школу не идет, вот в этом случае... Если ребенку исполняется 6 лет на 1 сентября, то он право на эту выплату имеет. То есть у нас, получается, дети, рожденные 1 сентября 2015 года, попадают под действием данного указа. И важно тоже отметить, что дети, которым исполнилось, например, 18 лет 3 июля, они тоже попадают под действием данного указа. То есть главное, чтобы на момент выхода указа 2 июля не исполнилось 18 лет. Понятно. А если вот ребенку нет 6 лет, но до 1 сентября исполняется, в этом случае он имеет право на выплату, если 31 августа? Да, главное, чтобы вот 1 сентября... А, ему было уже 6 лет. То есть если уже 2 сентября ему исполняется 6 лет, то, к сожалению, уже не имеет право на данный выплату. Уже, возможно, в следующий раз, если выплата станет ежегодной. Какие ограничения по здоровью позволяют выплату получить до 23 лет? Это признаны инвалидами в обстановленном порядке у нас. Скажите, Екатерина Вячеславовна, вот тех... вот та категория, которая в этом году добавилась, да, от 18 лет по ограничениям здоровья, насколько много таких детей? Ну, скажем так, достаточно. Достаточно, да, много? Ну, у меня вообще нет такой статистики на сегодняшний момент, но достаточно много. Ну, а вы получали в том году, может быть, какие-то отклики, просьбы, там, вопросы, почему, вообще, насколько, да? Да, конечно, в обращение поступали, почему такая несправедливость, потому что в прошлом году вообще было ограничено 16 лет, да, почему... То есть без 17 включительно, да, по-моему, было? Да, 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 то есть дети у нас продолжают учиться, да, и в 11 классе как раз 17 лет, да, и это было... Почему нет? Ну, вот в этом году данная ситуация исправлена. Скажите, а если несколько детей, вот в этой ситуации как? Выплату получит каждый, каждый ребёнок, да. А нужно оформлять на каждого ребёнка? Нет, заявление там оформлено так, то, что мы в заявлении указываем всех своих детей. Если вдруг родитель забыл что-то указать, забыл ещё... Ребёнка. Да, ребёнка забыл, то можно подать, конечно, второе заявление, указав уже недостающие сведения в данном заявлении. Ну, вообще, заявление предусмотрено на всех детей, сколько. Вот есть, всех подаём. Если какие-то ошибки допущены в заявлении, то в выплате будет отказано или, возможно, будет как-то переделать? Да, 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 смотрите, будет вынесено отказное решение, если какие-то были неуказаны недостоверные сведения. В этом случае мы должны дождаться решения об отказе и подать заново новое заявление. Будет, если человек подаёт через госуслуги, то статус будет определён на сайте. То есть, посмотрите, отказной, можете подавать заново. Если подавал в клиентскую службу, ну, соответственно, можно позвонить в клиентскую службу, уточнить, прошло заявление, выплаты оформлены или нет. Ну, и важно также напомнить, что обязательно должны быть гражданами Российской Федерации. Да, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. То есть, если кто-то, либо ребёнок, либо мама, не являются гражданами Российской Федерации, выплаты будут отказаны. И если проживают за границей, то, к сожалению, даже если гражданами Российской Федерации, то выплаты тоже будут отказаны. Давайте тогда напомним, что, значит, старт уже с 15 июля. Приём и подача заявления, да. Продолжится он до 1 ноября 2021 года. Выплаты начнутся с 16 августа до 31 декабря 2021. И какие документы нужно при себе иметь, когда заполняешь? Только удостоверяющие личность. И, соответственно, если это попечители, то удостоверяющие полномочия данного представителя. Спасибо, Екатерина Вячеславовна. Сегодня в открытой студии «Радио-1» говорили о президентских выплатах школьникам к началу учебного года. У меня в гостях была заместитель начальника управления организации назначения и перерасчёта пенсии отделения Пенсионного фонда России по городу Москве и Московской области Екатерина Вячеславовна Ильина. Спасибо. Открытая студия.